Это только четверть продукции, выпускаемой на предприятии «Ореховый хлеб». В его ассортименте – ржанопшеничные сорта, батоны из муки высшего сорта. С 2011 года здесь налажен выпуск кремовых кондитерских изделий. История открытого акционерного общества «Ореховый хлеб» берет свое начало с 1907 года. Это была, считается, первая механизированная каменная хлебопекарня в России. Оборудована она была, как сейчас говорят, по последнему слову техники. Оборудование было закуплено у известной уже в те времена немецкой фирмы, которая и сейчас в наше время выпускает хлебопекарное оборудование «Вернерфт Пляйтер». Хочу сказать, что на сегодняшний день это оборудование – самое наипрестижное премиум-класса. Ознакомившись с историей предприятия, Геннадий Панин осмотрел производство, на котором выпекается хлеб. Рабочие цехов рассказали главе, как просеивается мука, показали процесс замеса теста для будущего хлеба и его выпечку. Завершилась экскурсия в цехе кондитерских изделий. Мы вырабатываем около 700 килограмм кондитерских изделий в сутки. Много ли и мало ли – это как сказать, но это не мало, потому что это штучный товар и развес очень маленький. Даже пирожные мы работаем по 40-50 грамм, поэтому труд ручной, квалифицированный, конечно, потому что специалисты должны быть технологией очень сложной. То есть мы вырабатываем где-то 60 номинований кондитерских изделий в день. То есть и каждое изделие – это своя технология. Встреча главы городского округа с трудовым коллективом предприятия «Ореховый хлеб» завершилась вручением благодарственных писем лучшим сотрудникам предприятия в честь Дня пищевой промышленности. Кондитерам, продавцам торгового отдела, приемщикам заказов, кочегарам. Предприятие работает. Более того, мы видим, что предприятие и развивается, несмотря на то, что сегодня нет никакого госзаказа, нет плановой экономики. Вы сегодня находитесь в конкурентной среде, и нет никаких сомнений, что благодаря труду каждому из вас, который вы частичку себя вкладываете, если вашего руководителя предприятие не просто держится на плаву, а предприятие смело смотрит вперед, идет вперед. Следующим объектом в преддверии Дня пищевой промышленности Геннадий Панин посетил компанию технологий и качества, работающую под торговой маркой «Славян Салат». В компании работает 77 человек. В основном это все ветераны компании, то есть как управленцы, так и рабочие. Компания работает в четыре смены по участкам чистка овощей, варка продукции, подготовительный участок и участок смешивания фасовки. Производственный цикл занимает, наверное, в районе 18 часов. За это время мы начинаем выпуск и заканчиваем полностью выпуск продукции. Продуктовый ряд выпускаемой продукции предприятия «Славян Салат» насчитывает более 40 наименований от традиционных салатов оливье, сельди под шубой до моркови по-корейски. На производстве используется как ручной, так и автоматизированный труд. Приятно, что производимая здесь продукция, она востребована не только на территории города и ближайших наших соседей Орехузуевского района, но и востребована во всех сегодня известных торговых сетях, даже зарубежных торговых сетях. Все они, знаете, находятся и на территории нашего города. Также сегодня увидели продукцию, которая даже продается в аэропортах наших. Это очень здорово, что в большинстве своем работают на предприятии жители нашего города. Мы увидели поддержку руководителя Степана Владимировича в том, что действительно бизнес нужно вести ответственно, нужно платить налоги, понимая, что город по-другому развиваться не будет. Это будет влиять на настроение тех же работников и на качество их работы в дальнейшем. Во время рабочего визита Геннадий Панин пообщался с трудовым коллективом. Каждый желающий мог задать главе городского округа интересующие вопросы.